У меня мысль такая не оставляет, что следственные органы из злости просто не дают ему прогулки, из злости за то, что они все-таки так и не смогли ничего найти против Платошкина. То есть в деле, как адвокаты нам говорили, что в материалах дела ничего похожего на 212.1 абсолютно ничего нет. И вот этот акт возмездия этому честнейшему человеку, который за права человека, за справедливость, вот такой вот акт возмездия, вот я понимаю это именно так, что вот другого ничего они не могут ему сделать, абсолютно ничего. И предъявить у них ему нечего. Поэтому они, вот что им еще остается? Ну вот это в их силах, да, они это могут, значит, с нашими судами, потому что суды идут у них на поводу. Поэтому вот это только и остается у них, как, значит, воздействовать на его здоровье путем лишения его свежего воздуха. И вот, кстати, вот то, что касается последнего суда, где рассматривалось, заседание суда, где рассматривалось без Николая Николаевича и без адвоката Николая Николаевича по соглашению, здесь даже прокуратура выступила за то, чтобы ему предоставить часовые прогулки. Но следствие и судья это полностью игнорировали, и опять ему, мы видим, опять постановление мы видели, мы его публиковали, что опять ему отказано. Ну то есть пытки, они как есть пытки, они так и продолжаются, и все равно они, вот хотя бы этим они хотят его сломить, хотя бы этим. Вот у них ничего больше, за все эти 9 месяцев ничего они не смогли сделать. Но хотя бы этим они хотят его дух сломить, надломить, и чтобы он физически не смог уже вести дальше свою борьбу, свое сопротивление всему тому, что у нас творится в стране, вот этот вот беспредел. Они опять пишут, что он может скрыться, что у него масса сторонников, что они ему помогут убежать там в неизвестном направлении, что он будет с ними общаться. И вот основной, ну это, конечно, момент, мы понимаем, что они этого боятся, что, конечно, Николай Николаевич, если будет находиться на улице, то уже доступ людей к нему там возможен будет, это какие-то прохожие могут быть, либо какие-то сторонники могут к нему там приехать, подойти. Конечно, это все, мы понимаем, что вот этот страх у них настолько велик, только тогда встает вопрос, а вы что, вообще его не собираетесь выпускать? То есть вот отсюда и вытекает, что, значит, не имея ничего, никакой доказательной базы, то есть они что, готовят ему 10 лет тюрьмы? Ну вот я задаюсь вопросом, как вы собираетесь при той экспертизе, которая ничего против, не подтвердила, никакие пункты 212-й статьи, ни материалы дела, ни те, в кавычках, свидетели, просто вопрос свидетелей чего. Ничего, ничего этого нет, ничего они найти не смогли. Поэтому, в общем-то, вот этот страх у них, он присутствует, он есть, и вот они идут таким путем, значит, конечно, дело, я так думаю, что сейчас оно находится на рассмотрении в прокуратуре, но, скорее всего, они его доведут, конечно, до суда, и уже мы будем наблюдать все это лицедейство, по-другому я не могу назвать все наши суды, значит, все это будем мы наблюдать уже, что они будут, значит, как они будут доказывать, что Николай Николаевич кого-то вербовал, кого-то склонял к тем мероприятиям с поджогами, с погромами, в которых он никогда и сам не участвовал, и никогда никому таких установок и не давал, и выступлений никогда таких не было. В общем-то, вот ситуация вот такая. Сейчас Николай Николаевич продолжает принимать, ему там прописан определенный курс там медикаментозный, он продолжает его принимать, потому что очень сильные препараты были прописаны, и он принимал их по ковиду. Он говорит, это моя страна, и бежать мне из нее некуда. И я как борюсь, так и буду продолжать бороться за права наших людей. Поэтому мне бежать некуда. Он не собирается никуда эмигрировать, никуда уезжать из страны, потому что я здесь родился, и я буду заниматься тем делом, которое мне интересно, которое требует от меня полной отдачи. И я не собираюсь никуда уезжать из моей страны. Так говорит он, постоянно он это говорит. Сейчас мы ведем переговоры с руководством КПРФ, мы отдали им списки наших кандидатов. Значит, у нас где-то неделя времени на обдумывание, на проверку этих кандидатов, на рассмотрение партии этих кандидатов, это подбор округов, где они будут полотироваться. И да, с Юрием Вячеславовичем у нас тесная связь с Афонином, и поэтому, в общем-то, будем смотреть, какой будет результат. Ждем неделю. Но хочу сказать, что предложения поступают от многих партий, но, конечно, в приоритете у нас КПРФ, потому что это наши близкие собратья наши по идеологии, по левым взглядам. Поэтому, в общем-то, будем ждать результаты этих переговоров и уже оповестим, проинформируем.